Деньги с банковской карты могут похитить даже там, где вы никак этого не ожидаете. Кассир, официант, заправщик, работник банка или любой другой сотрудник, которому вы передаете кредитку для расчета, может сфотографировать, переписать ее данные, чтобы потом изготовить дубликат. Заранее включается устройство, это может быть обычная камера видеонаблюдения, на записи с которого кредитка видна с обеих сторон. Так что не стоит передавать карту посторонним, рассчитываясь за покупки или услуги. А теперь представьте, что стоите на кассе и продавец предлагает вам ввести пин-код. Вы вводите, но слышите ошибка, оплата не прошла. Все повторяется сначала, операция выполняется успешно, а спустя какое-то время вы обнаруживаете, что деньги за покупку были списаны дважды. Такие транзакции легко опротестовать и вернуть свои деньги, но виновных сложно привлечь к ответственности, так как все можно списать на сбой в системе или ошибку оператора. Многие платежные системы разработали технологии бесконтактной оплаты для ускорения и упрощения безналичной оплаты покупок. В Россию такой способ пришел в 2008-м, а мошенники быстро научились с ним работать. Злоумышленнику достаточно приблизить считыватель к карте на расстоянии 5-20 см, чтобы списать деньги. В переполненном общественном транспорте, на рынке, к карманам одежды или сумки. Если вы не планируете оплачивать бесконтактным способом покупки на сумму более 1000 рублей, лучше всего установить индивидуальный расходный лимит по карте и ограничить количество возможных транзакций. Один из самых опасных способов кражи денег со счета изготовления дубликата сим-карты. Он наименее очевиден для владельца карточки. С помощью дубликата мошенники могут получить полный контроль над счетами жертвы, так как банковские карты, как правило, привязаны к номеру телефона и могут управляться дистанционно с его помощью. Так что, получив внезапное оповещение об изменении состояния счета после звонков с неизвестных номеров, необходимо немедленно блокировать все свои платежные карты, привязанные к телефонному номеру. Нередко мошенники для кражи денег с карты изображают покупателей, щенков, автомобилей, земельных участков, гаражей и т.д. на сайтах бесплатных объявлений или в социальных сетях. Покупатель просит продавца сообщить ему данные карты, чтобы зачислить на нее деньги. Если доверчивый продавец сообщает эту информацию, с его счета начинает списывать деньги за оплату товаров и услуг. Так что будьте бдительны, внимательны и осторожны. Все же, ваша карта должна быть в ваших руках, а данные о ней только в вашей голове.